Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все об основных событиях в Владивостоке в начале выпуска. Коротко о главном. Во Владивостокском океанариуме нечисто прокуратура нашла нарушения. Животные все-таки гибли. Прокуратура огласила результаты проверки Приморского океанариума. О том, какие нарушения были выявлены, расскажи я, Инна Щедрова. Вывезли снегопад, теперь вывозят снег. Уборка после циклона. Следующий этап. О том, как справляются с последствиями очередного циклона, подробно расскажу я, Анна Бережная. Рыба опасная для жизни. Любая, если ловить ее самостоятельно. Выход на лед. Смерти подобен. Об экстремальной рыбалке в марте расскажу я, Алина Черненко. Ну а кроме того, расскажу о том, как дети из неблагополучных семей попадают в больницы, а еще в выпуске праздник, который топит лед. Советы мужчинам. Об этом немного позже, а сейчас о главном. Административные комиссии будут работать без выходных. Уборка последствий снегопада. Тема номер один. Дело в том, что к празднику синоптики прогнозируют очередной снегопад. Не такой серьезный, но от этого не менее неприятный. Теме уборки снега мы посвятили наш сегодняшний вопрос. Звучит он так. А у вас во дворе чисто? Те, кому повезло, кто может спокойно выйти из подъезда или выехать из двора, звонят по телефону 249-88-06. Те, у кого во дворе гармонично может прописаться в сугробах полярный медведь, а с крыши свисают сосульки, звонят по телефону 249-88-07. В конце выпуска подытожим и узнаем, как на этот вопрос ответит Владивосток. Голосование будет продолжаться почти полчаса. Звонок на горячие телефоны совершенно бесплатный. Тем временем со снегопадом продолжают бороться все коммунальные службы города. Из-за непогоды было несколько серьезных аварий. Как у тепловиков целый микрорайон остался без горячей воды, так и у энергетиков были обрывы на линии электропередач. Дорожники сегодня чистят межкварталку и тротуары. И с сегодняшнего дня начинают вывозить кучи собранного снега. Валерия Белоус про шестой день весны. Снежная эпопея продолжается. На дорогах и тротуарах города устраняют последствия разгулявшегося циклона. Избавиться от огромного количества снега не так просто. Вдоль расчищенных дорог растут снежные горы. Чтобы спасти город от сугробов, их вывозят на специально отведенные площадки. Проблемы, которые принес последний циклон, в буквальном смысле нарастают, как снежный ком. На борьбу со льдом и со снегом дорожные службы выпускают тяжелую артиллерию. За полтора месяца на город выпало более одного миллиона кубометров снега. Во всех районах Владивостока работают административные комиссии. Ежедневно они проверяют состояние придомовых территорий, фирм и частных компаний. Протоколы за неубранный снег и наледь получили уже несколько компаний и частных предприятий. Есть определенные сроки, где прописано, когда должно быть все это сделано и вывезено. Если люди не понимают, не убирают, то мы приглашаем их на протокол, то есть составляем протокол, направляем на административную комиссию, где комиссия уже выносит решение. Административные комиссии напоминают всем управляющим компаниям, ТСЖ, предприятиям и организациям всех форм собственности о необходимости своевременной уборки снега и льда на прилегающих территориях. А сбросы сдвигания снега на проезжую часть категорически запрещены. Выходя из дома, жители должны не только внимательно смотреть под ноги, но и обращать внимание на крыши, ведь там скрыта еще одна ледяная угроза. По статистике от сосулек в России каждый год гибнет в среднем 100 человек. Анна Бережна, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом. Крупный полицейский начальник рай отправится под суд. Руководители чугуевских полицейских обвиняют в халатности. Дело в том, что между органами и коммерческой компанией был заключен госконтракт. Компания не выполнила свои обязательства, но с разрешения подозреваемого получила деньги. В итоге ущерб от такого недосмотра составляет 1 миллион 800 тысяч рублей. Этим делом занимались сразу два ведомства – ФСБ и Следственный комитет. Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направлено в суд. Кстати, от вердикта зависит, продолжит ли руководитель полицейских свою карьеру в органах. Тем временем прокуратура подтвердила, во Владивостокском океанариуме нечисто. Сотрудники надзорного органа проверили заведение и нашли массу нарушений. Здесь погибли шесть животных, а те, кто жив и, содержатся с нарушениями. Мало того, трупы утилизировали неправильно. Все это потянуло на банальную административку. И на Щедрово о мутных водах Владивостокского океанариума. После совершенно случайно. После третьего дождя или второго, я его точно не помню, мы его случайно, чисто так, для интереса, перевели в кармакухню погулять. Он вышел, прошелся, и мы слышали просто грохот. Сивуча удалось спасти совершенно случайно, а вот другие шесть животных за два года в недостроенном Приморском океанариуме погибли. О смерти морских обитателей сотрудники строящегося на русском острове океанариума рассказали в открытом анонимном письме, которое опубликовали в местных СМИ. Сбелуха еще веселее. Сдохла одна из 12 особей. Они содержатся в бухте Парис в открытой воде. Когда животное умерло, его вскрыли, посмотрели, все чисто, причина смерти неизвестна. Водолазам говорят, затопите ее подальше. Они берут ее, обматывают сеткой с камнями, топят. Это было зимой. Минувшим летом вода потеплела, белуха начала разлагаться, и этот шлейф запаха и жира стал идти на вольер с остальными белухами. У них началась паника, они стали отказываться от еды. Жалобами заинтересовалась природоохранная прокуратура. Сразу после скандальных публикаций в океанариуме устроили ряд проверок. В результате синегнойной инфекции и стафилококка не обнаружили. Зато нашли микробы группы кишечной палочки. Подробности гибели некоторых животных выяснить до конца не удалось даже службам. Зато нарушения нашли в утилизации их трупов. Научно-образовательный комплекс Приморский океанариум ДВОРА в течение 2013-2015 года заключал договоры на утилизацию биологических отходов. Однако документов, подтверждающих фактическую утилизацию нескольких трупов животных, проверяющим представлены не были. А вот сами ученые наказания за утилизацию мертвых животных не боятся. Говорят, халатно к этому ритуалу отнеслись не они, а подрядчики. У учреждения есть договоры с организациями, которые лицензированы, которые имеют право на утилизацию животных. Поэтому вот эти процедуры, они безусловно соблюдаются. Но утилизация погибших морских животных – это не единственная претензия прокуратуры к Приморскому океанариуму. Результаты проведенной проверки свидетельствовали о том, что администрация Приморского океанариума не обеспечена надлежащим состоянием мест содержания животных, исполнение санитарных и ветеринарных требований при их посещении. Не определены конкретные должностные лица, на которых возложена ответственность за безопасность животных. С фактами, изложенными в анонимном письме, руководство океанариума не согласно. А в президиуме уверены, об издевательствах над животными слухи распускают те, кого уже давно уволили. За комментариями мы обратились к заместителю директора океанариума. Нарушения указаны, да. Какие-то есть нарушения. Работаем. По предписанию прокуратуры работаем, устраняем. Руководство океанариума уверено, такой ажиотаж вокруг учреждения создается лишь только потому, что объект до сих пор строится. Попасть внутрь самим и своими глазами, увидеть, как на самом деле содержатся животные, восьмому каналу до сих пор не удалось. С руководством до сих пор общаемся только по телефону. На экскурсию пускают только федеральные СМИ, а местных журналистов только в сопровождении президента Путина. Кстати, в прошлый раз главе государства обещали, что объект сдадут к саммиту, но стройка затянулась. За несколько лет океанариум не раз проявлял себя не в лучшем свете. Буквально три месяца назад за хищение крупной суммы под арест взяли руководителя строительства объекта. Его обвиняют в хищении 40 миллионов рублей. В общей же сложности со стройки незаконно унесли почти 2 миллиарда рублей. Так что сколько еще животным придется жить на строительной площадке, пока сказать не берется никто. Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на восьмом. Бывший мэр Владивостока ищет себе невесту. Эпатажный политик Виктор Черепков снялся в программе «Давай поженимся». 70-летний Черепков пришел на шоу в качестве одного из троих женихов. Он сватался к 48-летней Юлии, у которой багаж из девятерых детей. Виктор Иванович вышел третьим. Грамотно и подробно ответил на все вопросы ведущих и потенциальной невесты. Виктора Ивановича рассказал свою богатую биографию и о службе на подводной лодке, и о потере супруги, и о внуках, и о проблемах с сыном, который выгнал Черепкова из дома. В общем, Виктора Ивановича снова не выбрали. Невеста ушла к другому, семьи не получилось. В это время в Владивостоке по семьям пошли полицейские. Они проверяют те, где не все хорошо. Полтысячи сотрудников участвуют в профилактической операции. И результаты этой операции удручают. Это даже не результаты, а конкретные поломанные судьбы. Из неблагополучных семей забрали 40 мальчишек и девчонок. Из них больше половины в больницу. Ужасы материнства увидела Наталья Ладудько. Полицейские проверили почти 900 семей Приморья. Итог операции неутешительный. 40 детей домой уже не вернутся. Половину из них поместили в социально-реабилитационные центры. Остальных в больнице. В профилактических мероприятиях приняли участие более 500 сотрудников органов внутренних дел и свыше 150 представителей органов образования, социальной защиты населения, здравоохранения и общественных формирований. В ходе операции проведены 127 рейдов. Безответственных взрослых лишат прав, но некоторым пока дали шанс. На профилактический учет поставили 52 родителя. Сотрудники к ним еще вернутся с новыми вопросами и тогда, когда их не ждут. Но дети нуждаются не только в еде, а в социально-правовой, медицинской и психологической помощи. И таких семей в Приморье гораздо больше, чем показывают официальные цифры. Заглянуть в каждую дверь полицейские не могут, проверяя только те квартиры, которые стоят на учете. Но ведь даже за внешний благополучие может скрываться страшная правда. Полицейские просят помощи у горожан. Часто люди, которые живут по соседству с неблагополучными семьями, становятся ценными информаторами. И порой на вид приличные родители могут оказаться тиранами для своих детей. Если вам стало известно о том, что ребенок содержится в ненадлежащих условиях, подвергается насилию со стороны родителей или опекунов, пожалуйста, позвоните в полицию. Кроме того, сообщить о детях, оказавшихся в неблагополучных социальных условиях, можно в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае или в Приморский центр социального обслуживания населения. Только за эту операцию в суд направят 29 материалов на лишение родительских прав. Изъятие детей из семьи – это крайняя мера не только с человеческой точки зрения, но даже по закону. Наталья Ладудька, Александр Бортовщук, новости на восьмом. Сейчас ненадолго прервемся, но впереди еще много интересного. Опасная для жизни рыба. Лед в акватории после шторма и отепели смертельно хрупок. Об экстремальной рыбалке в марте расскажу я, Алина Черненко. Главный праздник весны захватил мужские умы. 8 марта на восьмом. Пока синоптики пророчат еще один снегопад, приморцы рассказывают, чисто ли у них во дворе. Проголосовать может каждый. Номера бесплатных телефонов. Опасная для жизни рыба. Лед в акватории после шторма и отепели смертельно хрупок. А главный праздник весны захватил мужские умы. Праздничный фальстарт или 8 марта на восьмом. С вами я, Евгений Патергера, и мы продолжаем. Реки вскроются в Приморье раньше срока. Об этом сообщили в Краевом департаменте гражданской защиты. Уже сейчас специалисты пытаются спрогнозировать, грозит ли этот процесс очередной волной наводнений и затоплений в населенных пунктах. Пока есть вопросы по северу края. Здесь еще копится снег, который совсем скоро начнет таять и стекать в реке. Уже известно, что его больше обычного. На юге и в центре края все в пределах нормы. Отслеживать обстановку на реках в периоды половодия будут 27 автоматизированных гидрологических комплексов, которые расположены на 15 территориях городов и районов края. Ну и традиционно взрывать лед на проблемных реках будут саперы. Теме уборки снега мы посвятили наш сегодняшний вопрос. А звучит он так. А у вас во дворе чисто? Те, кому повезло, кто может спокойно выйти из подъезда или выехать из двора, звонят по телефону 249-88-06. Те, у кого во дворе гармонично может прописаться в сугробах полярный медведь, а с крыши свисают сосульки, звонят по номеру 249-88-07. Звонок на горячие телефоны совершенно бесплатный. Совсем скоро будем подводить итоги, а пока вот что услышали по этому поводу на улице наши корреспонденты. Вообще плохо, ничего не убирается, ужасно ходить. Вот здесь вот идешь на работу, ноги вот так выворачиваются, очень сложно. Тут узкая 44, никто не убирает. У нас с той стороны, с южной летает все, а здесь во дворе солнце не попадает. Ну, одним словом, все время у нас зима-лето, зима-лето. У нас уже хороший дворник. Все чистят, да? Ну, как бы, да. Ну, именно, что хороший дворник. И жалко, что с них не будет у нас. Я имею в виду узбека. Понемножку убирают, да. Не сразу все, но убирают, убирают. Спасибо. Вообще все ужасно. Нигде не собирают, не убирают. По дорогам вообще ужас. То есть быстрее пешком пройти, чем на машине. Ну, убирают иногда, но не всегда. Вот сейчас снег лежит или нет? Да, сейчас у нас нечищены дороги. Вы знаете, не убирают. Вот это целая проблема. В этом году не чистят нигде. Вот кругом хожу и вот обратила внимание, что как бы вот скользко, грязно. И, наверное, жилка дорастает, поэтому, как говорится, движения нет. Но и в это время, несмотря ни на какие трудности, акватория у Владивостока заполнена рыбаками. В сети появилось любопытное видео под ледной рыбалки наизнанку. Пользователь сети умудрился снять, что видят на рыбалке не люди, а рыбы. В объектив камеры попал косяк на ваге. Именно ради этого люди и рискуют жизнью. Как истинный любитель тихой охоты, автор видео не сообщил место съемки. Из описаний известно, что сделана она относительно недавно. Свежий улов до сих пор продают сладков на Владивостокских улочках. Надсказать, цена на рыбку выросла почти в полтора раза. Тем не менее, эта красота не повод для выхода на лед. Сотрудники МЧС категорически предупреждают приморцев об опасности. Шторма и относительно высокие температуры уже сделали свое дело. Ледяной панцирь некрепкий. Спасатели сегодняшнего дня стали чаще ходить в рейды. Алина Черненко по классику с сюжетом о рыбаке и рыбке. Спасателю уже мозоль на языке натерли, мол, лед тонкий, выходить на него опасно. Корышка в вашей жизни не стоит. А на некоторых местах лед и вовсе уже сошел. Но все предупреждения бесполезны. Рыбаков экстремала хватает даже в марте. И горький опыт своих коллег по удочке тоже не останавливает. А ведь их уносило на оторванных льдинах. Проваливались они под лед иногда вместе со своими автомобилями. Но несмотря на это, рыбаки продолжают искать рыбное место. Вот здесь лед вот такой, это достаточно. Это вот там, где трещины, где ходят сюда. Там, конечно, опасно. Но весенний лед очень коварен. И хотя внешне выглядит крепким, солнце и туман делают его пористым, рыхлым. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Чувство плеча в рыболовном братстве, конечно, спасает. Но водная стихия зачастую оказывается непредсказуемой. Поэтому в преддверии паводка инспекторы МЧС проводят профилактические рейды. Ликбез для рыбаков – своеобразное повторение правил поведения на воде. На территории Приморского края запрещен выход на лед. Это небезопасно, а, если сказать более подробно, опасно для жизни. И может привести к трагическим последствиям. Выезд на лед также категорически запрещен. Опытные рыбаки знают, что с первой весенней отепелью безопаснее находиться на закрытых водоемах, прудах и озерах. Поэтому за уловом перебираются туда. Тем более, что большинство любителей рыбачат исключительно ради удовольствия. Но напомним еще раз, ни одно увлечение не стоит человеческой жизни. Алина Черненко, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Ну и главное на сегодня. Весна все-таки пробила зиму. Главный праздник сезона – Международный женский день растопит и не такие льды. Сегодня в магазинах небывалый ажиотаж. К празднику приобщились, наверное, все. От доноров до полицейских. Екатерина Чернакова сейчас поможет мужчинам не ударить в грязь лицом. Жаркая, очень жаркая. Очень денежная пора. Тюльпаны, розы, пионы, герберы буквально улетают сладка. В предпраздничный день спрос на цветы даже выше. Ведь поздравляют не только матерей, жен, подруг, целой организации. А вы бы себе какой букет хотели? Я бы, честно, никакой. Никакой. Не хочу ничего. Почему? Здесь достаточно цветов. Я рада здесь, что у меня на работе много-много всего. Остальные женщины цветов на 8 марта ждут. Многие вообще считают букет главным подарком. Что-нибудь такое, чтобы подняло настроение. Например? Ну, например. Цветы. Цветочки. А какие цветочки? Тюльпаны. А еще что-нибудь? Розы. И ромашки я люблю. Цветы. А какие цветы? Розы. Мужчины женские ожидания оправдают. И в большинстве своем подарят цветы. Но, вопреки всему, не тюльпаны, а розы. Этот цветок остается самым популярным, несмотря ни на какие праздники и времена года. Цветы. Ну, как минимум, розы, как обычно. И, ну, девушки еще, наверное, в горшочке розы, чтобы они все-таки остались. Что дарить? Цветы. Ну, какие, я думаю, розочки. Розы. Стандартный подарок. Розы. Почему розы? Вот, моя жена любит только розы. Самый оригинальный, масштабный, дорогой букет цветов к 8 марта попал на страницы средств массовой информации. Один горожанин заказал своей любимой букет стоимостью в 120 тысяч рублей. Дизайн, количество цветов и заказчика салон флористики пока не раскрывает. Но понятно, что таким букетом в кризис может порадовать только широкой души человек. В преддверии 8 марта цветы продают на каждом перекрестке, да и вообще в любом районе. Выбор, конечно, небольшой. Тюльпаны, традиционные 8 мартовские цветы. Зато можно поторговаться. В этом году сам праздник отмечает юбилей. 8 марта исполняется 50 лет. Этот международный день стал любимым, потому что поздравить женщину несложно. Ведь приятно получить не только безумный букет, но и скромные тюльпаны. Почем тюльпаны у вас? 80-90. А дешевле нельзя? Ну, если много возьмете, то можно. Почем продаете красоту? 80 рублей. А вообще в предпраздничный день женщины не только принимали поздравления. Прекрасный пол совершил прекрасный поступок. Леди-донор. Акция, которая прошла на станции переливания крови, спасет не одну жизнь. Ну, обязательно на краевой станции переливания крови должен запас быть компонентов донорской крови. Компоненты крови хранятся, например, эритроцит содержащие компоненты. 50 дней, например, отмытые эритроциты, они всего сутки хранятся. Тромбоконцентрат 5 суток. То есть постоянно запас компонентов должен пополняться. Всегда это нужно. И всегда это в недостатке. Поэтому нужно, конечно же, ходить, сдавать кровь. Это очень полезно. Многие у этого праздника растут из феминизма. Но за 50 лет день женской независимости превратился в день женской красоты, любви и нежности. Екатерина Чернакова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. И к новостям спорта. В Уссурийске завершилось первенство Дальнего Востока по боксу среди юношей. Больше сотни участников со всего региона боролись за путевку на первенство России. Больше всего медалей у наших спортсменов. А во Владивостоке пловцы-победители краевого этапа летней спартакиады получили путевку на второй этап всероссийских соревнований. Подробностями готовы поделиться наш спортивный обозреватель и девушка Марьяна Симоненко. В спорткомплексе Олимпийц завершилось открытое первенство края по плаванию в рамках первого этапа седьмой летней спартакиады учащихся России. В соревнованиях приняли участие 189 юных пловцов-воспитанников спортивных школ Владивостока, Артема, Уссурийска, Партизанска, Находки и Спаска Дальнего. Все они боролись за выход в следующий этап соревнований. Лучших судей определяли на пяти дистанциях и в четырех стилях вольном, на спине, баттерфляе и в брасе. Победители краевого этапа вышли во второй этап соревнований, который пройдет в Якутске в начале апреля. В Уссурийске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 99-го и 2000-го годов рождения, в котором приняли участие сборные команды Амурской, Сахалинской, Магаданской, Еврейской автономной областей, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев. Всего 103 спортсмена. В неофициальном командном зачете первыми стали боксеры Приморского края, завоевавшие пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Чемпионами в своих весовых категориях стали Артем Примак, Михаил Греков, Андрей Подгорный, Артем Наролин и Павел Халиман. Все они примут участие в первенстве России. Марьяна Симоненко, новости спорта на Восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Синоптики снова пугают снегопадом, а коммунальщики еще борются с предыдущим. Из-за непогоды было несколько серьезных аварий, как у тепловиков, так и у энергетиков. Дорожники сегодня чистят межкварталку и тротуары. И с сегодняшнего дня начинают вывозить кучи собранного снега. Прокуратура подтвердила, в Владивостокском океанариуме нечисто. Сотрудники надзорного органа проверили заведение и нашли массу нарушений. Здесь погибли шесть животных, а те, кто живы, содержатся с нарушениями. Мало того, трупы утилизировали неправильно. Все это потянуло на банальную административку. Ужас материнства. В Владивостоке по семьям пошли полицейские. Они проверяют те, где не все хорошо. Полтысячи сотрудников участвуют в профилактической операции. И результаты этой операции из неблагополучных семей забрали 40 мальчишек и девчонок. Из них больше половины в больницу. Сотрудники МЧС категорически предупреждают приморцев об опасности. Штормай относительно высокие температуры уже сделали свое дело. Ледяной панцирь некрепкий. Спасатели с сегодняшнего дня стали чаще ходить в рейды на воду. Пока синоптики пророчат еще один снегопад, приморцы рассказывают, чисто ли у них во дворе. Узнаем мнение народа. Сейчас стоп голосования. Итак, результаты опроса к этому часу вы сейчас видите на экране. Ну, удивляться здесь нечему. Но сейчас много говорят о гражданском обществе, правах населения, активности общественников и прочих высоких материях. Так вот, большое гражданское общество начинается с маленьких вещей. Например, можно выйти и раскидать снег возле себя, а не сидя на диване критиковать то, как это делают другие. Это все уже произошло. Есть что добавить. Пишите на страничках Восьмого канала во всех социальных сетях, ну или звоните по телефону 249-88-12. И уже завтра вы сами можете стать автором новостей. Есть о чем рассказать всему городу, мы обязательно поможем. Восьмой канал. Главное, Владивосток. А я хочу от всех мужчин-восьмерки поздравить всех женщин с замечательным праздником. В Приволе живут самые красивые представительницы прекрасной половины России, а значит и мира. Вы добрые, искренние, настоящие, а главное, наши любимые. С праздником и 8 марта смотрите Восьмерку. Сейчас подробный прогноз погоды. С вами был я, Евгений Поттергера. Увидимся на Восьмом. С вами был я, Евгений Поттергера. 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 2-42-98-70.